В рамках формирования безбарьерной среды в Анапе стираются не только психологические преграды. 11-я школа в селе Супсек завершает мероприятие по обеспечению доступности среды для учащихся с ограниченными возможностями. Деньги поступили из бюджета по специальной программе. Сегодня такая модернизация необходима по закону, но в учебном заведении подчеркивают, что в итоге среда становится более комфортной для всех учеников, а также их родителей. Сергей, меня зовут. Очень приятно, Сергей. Так, что вы смотрите у нас? Мы проверяем на исполнение 181-го закона социальной защиты инвалидной Российской Федерации, на организацию безбарьерной среды вашего объекта. В школу номер 11 приехал специалист управления соцзащиты. Вместе с ним прошлись по помещениям учебного заведения. По нормативам все указатели должны восприниматься на ощупь. Указатель передвижения. Дальше. Такие таблички появились на всех кабинетах. Надписи дублируются специальной азбукой для слепых. Кроме того, световая гамма. Желтый – последний цвет, который перестает различать человек. Слабовидящим людям передвижение облегчает даже простая линия, прочерченная в нужном месте. Это дверь в столовую. Специалисты проверяют высоту порога. Он не должен быть препятствием для коляски. На первом этаже школы появилась специальная санитарная комната. В ней есть где развернуться. Скоро здесь установят фен для рук. Все оборудование и выключатель доступны из сетячего положения. Специальный проект. Через эти ворота колясочники смогут заезжать на территорию. Проектом предусмотрена кнопка вызова охраны. Затем по дорожкам во двор к пандусам. Они почти готовы. Осталось установить перила. Оба крыльца расширили. Есть и положительные стороны. Есть над чем работать. Работа на стадии завершения. Поэтому от управления соцзащитой мы держим эту ситуацию под контролем. Работа учтена в полном объеме. То есть документация в порядке. Сметная документация в порядке. В общем, учтено все. Осталось только временные рамки. Будем ждать окончания ремонта. На работы по программе «Доступная среда» из бюджета выделено порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. Более 200 тысяч удалось сэкономить за счет организации процесса. Сегодня в школу ходят четверо учеников с ограниченными возможностями здоровья. Среди них нет колясочников. Но это не означает, что кто-нибудь не переедет в ближайшее время. Даже из другого региона. Вместе с тем нововведения повышают уровень комфорта для всех без исключения. Посмотрите даже вот крыльцо. Ведь оно у нас было узенькое. Сейчас крыльцо расширили в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения. Но ведь у нас контингент сейчас 1075 человек ребят. Сейчас вон какое красивое широкое крыльцо. То есть для детей, которые не относятся к маломобильным группам, это тоже польза. Темпы работ несколько снизились из-за плохой погоды. Но уже через считанные дни монтаж планируется завершить. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.